Зимань перестает удивлять обилием осадков. На улице Южной произвели очистку дворовых территорий. Около 25 сотрудников управляющей компанией ЛГЖТ с использованием спецтехники убирали снег и наледь. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Со снегом и наледью в Люберецком жилищном тресте борются около 650 сотрудников. В первую очередь убирают пешеходные дорожки, входные группы и детские площадки. В этом году, как сказали, превышена норма выпадения осадков. Поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме. Людям тоже тяжело. Где-то, получается, успеваем, где-то держим территорию на контроле. Но стараемся, чтобы нашим жителям в городском округе было комфортно передвигаться по дорогам, по пешеходным дорожкам и входить в подъезд. Коммунальные службы на очистку территории выходят ежедневно. В обслуживании управляющей компании более 800 многоквартирных домов и 2000 дворовых территорий. Поступают и обращения от жителей. К сожалению, в этом году, или к счастью, зима действительно выдалась очень снежной. Дети довольны. Мы не очень, потому что очень много сугробов, очень много наряди. Люди падают, подскальзываются. Но мы обращаемся и в управляющую компанию, мы обращаемся и напрямую в администрацию. И, конечно же, нам помогают. Дворы чистят после обращений. Жители тоже могут помочь коммунальщикам. Если переставить автомобиль во время уборки территории, то все пройдет быстрее и качественнее. После очистки дорог и тротуаров асфальт посыпают противоскользящими веществами. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.